Смотрите, за 8 лет боевого опыта наши достаточно хорошо понимают, что нельзя формировать групповые цели. Стрелять искандером в отделение пехоты, которая занимает, еще не всех убьешь этим искандером в этом отделении. У него там радиус поражения надежного метров 50, относительно надежного, еще как закопаешься. Открытой пехоты не будет, то есть никто не будет бегать вокруг позиций во время обстрела, все будут как бы в правильном месте лежать. Еще и отделение пехотное не убьешь этим искандером. Командный пункт, ну я вам скажу, уровень взаимодействия уже такой, что даже потеря командных пунктов особо на многое не повлияет. Сосед справа видит соседа слева, есть свои горизонтальные контакты и так далее. Если говорить о качестве командования до последних назначений, так я бы приветствовал, только потеря управления там с командованием высшим, потому что оттуда как бы ничего хорошего там ждать не приходилось. Только вот после назначения там залуженного Шепталы, как бы ситуация радикально поменялась. Вот это управление хотелось бы сохранить, но даже если его утратить, если не будет связи, то на самом деле, ну как, какой-то связи не будет, а какая-то будет. То есть там естественно идет резервирование каналов, естественно там есть там в конце концов вплоть до посыльного можно послать. Во-вторых, каждое подразделение как бы самостоятельно имеет свою полосу задачи и в обороне это более-менее понятно. Что надо делать, если там прорыв справа, что надо делать, если прорыв слева. То есть в принципе не так много и нужно обмена информацией. Критична связь, допустим, арт-разведчика со стволами. Если он видит цель, ему нужно как-то донести эту информацию до стволов и они должны туда там прилететь, он должен корректировать огонь. Это звено подавить Искандерами невозможно. И оно естественно тоже отрезервировано. Не только там одна Моторола, а один канал, второй канал, резервный канал, цифровой канал, аналоговый канал. То есть у хорошего командира всегда связь, критичные участки связи отрезервированы. Ее подавить невозможно. Ну а связь с командованием, если тебе задача ясна, что мы держим вот этот рубеж, что ты видишь, что происходит там и что здесь. Каждый командир, имеющий достаточный опыт, он всегда примет относительно одно из правильных решений. То есть я не вижу большого кризиса, если они подавят там наши узлы связи, которые обеспечивают стратегическую связь там и даже оперативный уровень связи. Поэтому хороший командир найдет способ, как донести информацию при подавлении там даже основных каналов связи на какой-то маневр, который необходимо совершить. Поэтому я не вижу там критичного ничего. А обстрелы, ну на нас высыпались только вот на очень достаточно маленький участок, что я могла смоделировать их эффективность. Потери, конечно, будут. Вот возьмите Дебальцевский плацдарм, за три недели понес убитыми около 200 человек. Из них от обстрелов, вот именно этих, ну я думаю, что около 50, где-то так. Остальные там какие-то неудачные там случаи, что ли, да. То есть огромное количество эшелонов боеприпасов, там все, что они натянули, дало достаточно незначительный эффект. Потому что никто не сформировал, не формировал компактные цены. Точнее все потери были именно там, вот, где были компактные где люди сжались друг другу, там, какой-то техники и формировали какую-то цель. И накрытие именно этой цели приводило к каким-то существенным потерям. А так, ну стрелять по пехотинцу, который там давно сидит и давно закопался и выбрал все место, в котором только вот если вот прямо в него попасть, или там в двух метрах, тогда это что-то даст. Ну попадите еще сначала, еще найдите, где он там лежит. То есть это не так просто. Вот деморализовать обстрелами можно армию, которая никогда не слышала выстрелов. Вот так вот насыпать на них, у них глаза квадратные будут, и потом хорошо, иди и бери голыми руками, они сами ли сдадутся или убегут. А у нас тоже этот этап пройденный, причем очень давно и всеми. И в коллективах есть лидеры, которые вот если кто-то там необстрелянный попался, он сразу знает на кого смотреть и что делать. Поэтому мой прогноз, если вдруг начнутся там, они попытаются, точнее, выйти на мобильную фазу боевых действий, у них просто нигде ничего не получится. Я там анализировал, а вот такой вариант, а вот такой вариант. Если говорить о стратегических масштабах, да, у них просто мало войск. То есть вот те войска, там 150 тысяч, которые они называют, этого недостаточно для того, чтобы совершить стратегическую операцию, даже в условиях низкой интенсивности противодействия. Вот, то есть там, я не знаю, взять Днепр, Киев, там, Одесское побережье, это просто фантастика. Там можно проводить какие-то демонстрации, там, чтобы Украина, как бы, там тоже держала войска, не стягивала там в точку основного удара. И они, конечно, моделируют там какие-то боевые действия, смотрят на результат и, там, принимают решение на это идти или не идти. То есть стратегические наступательные операции я отметаю сразу. То есть они вообще не имеют никакой перспективы. Они могут имитировать, где-то там, проводить демонстрации, но они абсолютно бесперспективны. Оперативного уровня, возможно, два сценария. Грубо говоря, это вопрос в масштабах, да, то есть тактический уровень, это до батальона включительно, а от бригады и более, это уже оперативный уровень. Ну, а, как бы, стратегически это уже фронта, да, там, отрезать, там, пол Украины. Как бы, допустим, захватить Киев, это стратегическая операция. То есть в ней будет задействована, там, не одна бригада, а, там, десяток, как минимум. Ну, на самом деле, десятка мало, но, как бы, в любом случае, это стратегическая операция. Или там, допустим, сходящимися ударами с юга и с севера, значит, в районе, там, Новомосковска, там, замкнуть силы ООС, как там он расшифровывается, наши силы на востоке, там, локальное окружение. Правда, окружение получится размером в Швейцарию. Вот, и, на самом деле, те, кто попытаются, как бы, эту ленточку, как бы, там, сформировать с севера на юг, вот они окажутся вот в очень незавидном положении, гораздо более незавидным, чем, так называемая, окруженная. Ну, мягко говоря, глупость, да, вот, самая боеспособная часть будет находится, это все равно, что окружить крокодила, там, я не знаю, обнять его, там, размазав, как бы, тонким слоем какие-то, там, необстрелянные подразделения, как бы, рядом с теми, кто уже зубами готов грызть, там, противников, устал ждать, когда это произойдет. И, то есть, я тоже не рассматриваю, я уверен, что у них достаточно квалифицированные военные, чтобы доложить своему руководству, что это, как бы, задача приведет к катастрофе просто. Вот, поэтому они могут пойти на какой-то оперативный уровень, там, где они могут сконцентрировать большие достаточно силы, достаточные для того, чтобы хотя бы в нужный момент хоть ноги унести хорошо. Вот, но это может быть, допустим, попытка окружить северную часть Луганской области, там, ударом со стороны Валуи, кстати, где у них сейчас наибольшая концентрация войск, там, первая гвардейская танковая у них, там, ну, и, как бы, основные ударные части, и там, что-то до 20, там, что-то 15, по-моему, батальон тактических групп, как раз формированы там. Но я очень хорошо знаю там театр военных действий. Это и для танковой армии будет непростая задача. Но там сложный рельеф, там очень удобный рельеф для организации артиллерийской обороны. И артиллерия наша уже, как бы, не вчерашняя. Вот, а они не обстреляны. То есть, как бы, даже артиллерийская батарея может остановить наступление не только батальонной тактической группы, она ее может съесть на завтрак, а там, бригадной тактической группы, или как они там называются, там, трех-четырех. А с учетом того, что там люди не обстреляны, и мотивация у них сомнительная. То есть, как бы, они там не особо-то Родину защищают. То есть, я уверен, что, сколько бы они там не бросили в бой, одна бригадная артиллерийская группа весь их пыл там остановит на первых же рубежах. То есть, я, как бы, моделирую, что дальше, чем в двух-трех участках, там, прорвать первую линию обороны, первого эшелона, точнее, у них дело не пойдет. Потому что наши, как бы, тоже видят, что происходит, где кто стоит, где что делать. Уже давно сделаны реконденсировки, уже давно определены основные позиции, запасные позиции. Вот, уже сценарии прописаны. То есть, у нас же люди там не просто в окопах сидят и щи хлебают, а тоже к чему-то готовятся. То есть, на самом деле, это единственный вариант операции, на который, если бы я обрискнул, если бы мне вот приказал там какой-то там верховный там бог там, что вот обязательно надо. Ну, другого варианта нет. Вот только вот это попробовать. Ну, хотя бы сконцентрировать там столько войск, чтобы они хоть не попали в окружение. Потому что они в пасть, в общем-то, крокодил лезут. То есть, у нас наша армия настроена достаточно жестко к противнику. Вот. И я так понимаю, что в период интенсивных боев, интенсивные фазы, с первого дня там бригады сразу начнут пополняться вот теми людьми, которые, во-первых, уже обстреляны, во-вторых, будут знать, что делать. Им не надо рассказывать, с какой стороны автомат в руки брать. Вот. И не только стрелков, да, и не только гранатометчиков, но и расчеты орудий, и арт-разведчики, и саперы, и танкисты. То есть, у нас такой кадровый резерв, что и-яй. И, как бы, произойдет это не за неделю-две, а произойдет это за считанные дни. То есть, очень многие, особенно вот сейчас, в том числе я, проверили свое место в строю. Там сделали ревизию тревожного чемодана. Ну, да. Вот. Подтянули ремни, что называется, на бронежилетах. И, как бы, я думаю, сутки, и люди будут уже в строю. Если вдруг в три зеленых свистка. Да. И, то есть, я вижу единственный вариант оперативного уровня наступления, на который они могут отважиться. Это вот удар со стороны Валуек на Лисичанск. С целью, там, повторить Дебальцево. То есть, сформировать окружение оперативного уровня. Ну, то есть, где-то, там, наверное, до полутора бригад получится. Ну, даже меньше. Ну, несколько тысяч человек окружить в этом, вот, в углу Луганской области, который зажат между Россией и ЛНР. Ну, я более чем уверен, опять же, зная этот театровые иных действия, мало того, я там еще побывал, так на всякий случай освежить глаза, да, вот, на днях. Ну, ничего, у них там не получится. То есть, сколько бы они туда не бросили войск, я имею в виду, вот, те, которые у них есть в наличии, они там завязнут. То есть, задачи по окружению выполнены не будут. Ну, даже с авиацией. То есть, я учитываю авиацию. Повторюсь, я знаю тактики, технические характеристики этих, этого оружия. Я понимаю, что они могут сделать. Они могут там электростанцию развалить. Но батальон в обороне, они этим эскандерам, они им ничего не сделают. Могут кухню разбомбить. Люди без обеда останутся. Что же не останутся, у них сухпа есть. То есть, я не представляю, что они могут сделать батальонам в обороне. Вот, своими эскандерами. Даже авиацией. Потому что это не 14-й год, мы уже не жмемся друг к другу. Уже один боец, это одна позиция. И на него нужно эскандер тратить. Ну, то есть, связь порвать. Да, стратегическую связь они порвут. Оперативную в значительной степени порвут. Тактическую не смогут. А в бой будут вступать тактические командиры на уровне. И они будут на своем участке делать. И соседи справа, слева тоже будут видеть, что происходит. И тоже будут что-то предпринимать. То есть, я не вижу ни одной модели, которая бы дала им успех оперативного уровня. То есть, окружить какую-то часть нашей группировки окончательно. То есть, пробить это. Там со стороны Первомайска пробиваться вообще бессмысленно. Там обороне уже 7 лет. И там господствующие высоты, естественный барьер. То есть, там вообще делают роботи. Ну, конечно, тем более люди там уже воюют 100 лет. Как бы, там вообще ни одного шанса. А северные уже тоже ни одного шанса. Потому что, как бы, мы же тоже не дураки. Да, там посмотрели, что может быть, какие сценарии. И тоже подготовились. И люди готовились те, которые знают, как готовиться. Ну, вот на самом деле, можно там, я не знаю, высыпать на нас там огромное количество боеприпасов. Бросить на нас там пару дивизий в атаку. Я не вижу, в каком месте они могут получить хотя бы оперативный успех. Понять куда-то они, конечно, могут. Да, допустим, где-то узко пробили. Там просто вот все, все эскандеры там бросили на узкий участок. Там вдоль какой-то там дороги. Или там какой-то полосы, по которой могут пройти танки. Да, и сделали себе коридорчик. Ну, и куда-то там убежали. Потому что дальше там, типа, обороны-то особо нет. Ну, добежать можно, я не знаю, хоть до Ужгорода. Вот. Вопрос, как убегать обратно. Или там бегать будете, там пока нет. Ну, все равно поймают родную полосу. Бензин кончится там, соляра. То есть, нужно не просто прорвать. А нужно совершить некую операцию, которая приведет или к окружению, или к потере управления там и дезорганизации какого-то участка фронта. То есть, это должно чем-то закончиться. А просто пробить и сходить туда, ну, так за вами дверь закроется, и все. И вы там и останетесь. Вот. И эти сценарии тоже наши прорабатывают. То есть, вполне возможно, вот прорезать как ножом куда-то можно. А потом этот нож там просто обломают. Если они вовремя сами его не вынут. Вот. То есть, вот я не вижу ни одного сценария, который мог бы принести им хотя бы оперативный успех, который мог бы там повлиять на политическое руководство. А, у нас все плохо, сдаемся там. Или, а, у нас там окружили там пару тысяч человек, надо их как-то выкупать. Ну, пишут люди, которые в этом ничего не понимают. И не знают как бы фактического состояния дел там в армии. Они там видят, что в армии кто-то кого-то ругает, что все плохо, там, прапорщики воруют, там, офицеры бухают. И вроде так оно выглядит там не очень хорошо. На самом деле уровень боеспособности подразделений боевых, ну, просто не сопоставим даже с 15-м годом. Вот. То есть, насыщенность людьми, которые знают, что делать, их мобилизация, их готовность как бы выполнять необходимые боевые задачи. Сейчас на, ну, реально на высоком уровне. Хотя, посмотреть на них, они там, ну, вот, кто, ну, представляете, живет там полгода на фронте, там, есть бригады, у которых нет пункта постоянной дислокации. Его просто нет. Он там где-то там, флаг стоит, там, рядом там штаб, на который почта приходит, значит, есть, а как бы живет бригада на фронте. То есть, они вот, а на ротацию их вывозят вообще на полигон, в палатке. Им это полигон с палатками, вот для них это как наказание с фронта. А живут они на фронте, это не одна бригада, там их несколько, я не буду их там называть сейчас номера. Ну, моя в том числе. Да это уже люди войны, понимаете? Они могут выглядеть оборванцами, то есть, они ходят там в спортивных костюмах, там, кто в чем, там, в тапках, там, кто-то огород посадил себе, там, и так далее. Но на самом деле это иллюзия, что это? Это люди войны, и причем их уровень подготовки не сопоставим, как бы, с армиями, которые на парадах выглядят просто как картинки. И вот это моя последняя поездка, я там три недели шарился, ну, я, как бы, нашел чем заниматься, я же, наверное, на экскурсию ездил. Вот, тоже что-то там есть какие-то свои мысли, и хочется чем-то там усилить нашу оборону. И я воодушевленным оттуда приехал, то есть, я, ну, их не видел с 18-го, по-моему, года. Вот, в 18-м или в 17-м году я последний раз был там на линии соприкосновения, вот. Вот, и вот тоже считаю вот это все, что там все плохо, ну, достаточно с большим количеством людей в разных местах я там пообщался, и я смотрю, там везде все ровно. То есть, вот это вот, на парад их вывести, это посмеяться только. Вот, а вот войну с ними воевать лучше, этого не делать. Ну, как бы, тем более сейчас дни такие, да, вот 18-го февраля для нас, для всех это, как бы, дата окончания сражения. Она такая значимая, каждый год мы ее там вспоминаем, там, каждый год, когда эта дата подходит, там, что-то там, какая-то ностальгия, не ностальгия, точнее. Какие-то воспоминания подступают, так, тянет что-то написать, кого-то увидеть, там. Я, как правило, 18-го февраля приезжаю в Украину, и здесь кого-то из наших нахожу, и вот сегодня мы обязательно встретимся. Вот, меня уже там ребята ждут, ну, как бы, я подтянусь, там, походу. И я проведал наших, которые остались в бригаде сейчас, на фронте, там, что-то им там помог, какие-то батарейки им купил на какие-то коптеры, там, что-то такое. Ну, неважно. В общем, я приехал удушевленный, да, то есть, у меня тоже были какие-то сомнения, то есть, и моя вот эта вот вылазка была тоже связана с тем, что я так прикинул, что можно улучшить, там, надо попробовать, поехали. Вот, ну, благо у меня, там, хорошее отношение с командованием совсем, да, там, тот же Валерий Залужный, там, когда-то, ну, мы с ним плотно взаимодействовали, Шабталаовщикам бригады, с которой мы плотно взаимодействовали, то есть, я понимаю, что сейчас совершенно другое качество командования, чем тогда. И это тоже очень сильный фактор. Если раньше, вот, до их прихода, можно было рассчитывать только на практический уровень командиров, что, как бы, в каждом конкретном участке будет дана серьезная драка, то сейчас это и на стратегическом уровне повторится, да, то есть, вот, они не будут брошены, никто из них, как мы в Дебальцево, там, на три недели, когда, там, сидели, ждали, смотрели, ну, когда же вы, там, уже, там, сдадитесь, уже, там, надоели уже. Мы вас уже продали, вы уже, там, должны давно, там, пить чай и получать русское радушие, а вы, там, все, там, сопротивляетесь. Сейчас такого уже не будет, совершенно точно. Почему совершенно точно? Потому что для того, чтобы так было, нужно было назначить других генералов. Этим такую команду не дашь, а если дашь, то они ее совершенно точно не исполнят. Ну, что значит снизу? Ну, Шаптала был комбригом, то есть, это тоже не снизу. Именно это те офицеры старшие, которые принимали правильные решения, то есть, они входят там в два золотых процента. Украинской армии, я имею в виду, офицеров всех уровней, не только высшего. Ну, естественно, они тянут за собой таких же, себе подобных, да, то есть, они знают, как ценить людей. Тот же Шаптала, как бы, чем ценность его личная, да, там, он, как бы, иногда выглядит не очень, может быть, убедительно. Потому что, там, может быть, слова, там, сложно ему складывать в предложение, там, на камеру, там, или, там, при посторонних, или при начальстве. Но он принимает правильные решения, он расставляет правильных людей, ставит им правильные задачи. И вот Дебальцевское сражение тому подтверждение, да, то есть, правильные люди в правильных местах принимали правильные решения. Всем этим, на самом деле, руководил Шаптала. Не только тем, что он каждому давал команду, что ему делать, а он правильные людей расставил, правильно дал им установки, какие решения принимать, в каких условиях. Ну, это вот и есть искусство управленца. Ну, и, как бы, он сейчас на очень правильном месте, то есть, начальник генерального штаба. И он совершенно точно не бросит своих нигде. Ни в Дебальцево, ни вот этом вот, как тот котел назовут, я даже не знаю, Старобешевский, по-моему, или как там. Забыл там географические названия, ну, Северо-Луганской области. Они точно там не будут брошены. Ну, и там тоже люди такие, которых на хлеб не намажешь, да, и на завтрак не съешь. Ну, я абсолютно убежден, что вот эта истерия не имеет перспектив. Я имею в виду перспектив поражения Украины. То есть, даже если они рискнут на масштабные боевые действия, то есть, на вот эту вот операцию, там, оперативного уровня, она достаточно быстро проявится, что она не будет иметь успеха. То есть, они там, и как по Дебальцево, закопают пару тысяч своих там, воинов, там, пожгут свою технику. Вот. Кстати, о Дебальцево, да, там вопрос не только в том, сколько там противник потерял убитыми и ранеными, а сколько после Дебальцевского сражения противник потерял людей, которые больше не готовы воевать. И эта цифра в разы больше. И их проблема, это абсолютно точно, мы что же там читаем их. У них там проблема была такая, что там хоть самолитцев нанимают. То есть, в общем-то, вот бригада призрак превратилась там в неполную роту. Лучшая бригада обоих Новороссий, там, мотивированная, там, с лидером таким, таким, ярким, там, местный, Чапаев, все такое. А она, как бы, на глазах из полнокровной бригады превратилась в неполную роту. Ну, мы не всех убили, честно скажу. Вот. Абсолютное большинство из них просто пересмотрело свое отношение к этой войне и свое в ней участие. Ну, вот. И там некоторые из них, там еще там из московских диванов пишут, что если что, я приеду, я даю зуб, что никто из них не приедет. Это так, понты колотят. Потому что они уже знают, что это такое. И, как бы, они вряд ли захотят в этом участвовать. Слабенький мотив. У наших он есть, а у них, как бы, вам что там, ну, как бы, геройство показать. Ну, второй раз может не повезти. Как там? Валерий Залужин сказал, добро пожаловать в ад. Ну, я почему-то думаю, что они не рискнут. То есть, вот эти вот медийная вся история, как бы, не отменяет того, что у них есть свой генштаб, люди, которые умеют читать. Мало того, они, в отличие от нас, знают свои потери в том же Дебальцево. Они знают и реальные результаты этого сражения. А это было, ну, главное сражение той войны. На нем, в общем-то, она и закончилась. А почему закончилась? Ресурсы у них закончились. Им есть что посчитать и что должить своему руководству. Если они совсем мозгами не поехали, то они ни на что не рискнут. А если рискнут, ну, как бы, очень быстро поймут, что зря рискнули. Ну, добро пожаловать в ад.